В Крыльевическом музее открылась выставка, посвященная Дню Победы. Каждый экспонат – частичка прошлого, которая возвращает в годы Великой Отечественной войны. Прошлое через картины, кинофильмы, книги, фотографии и письма. Уникальный отдел, посвященный выходцу с Брестской области известному режиссеру Михаилу Пташуку. Не менее интересные сведения – художнике Иване Фетисове, принимавшем участие в героической обороне Сталинграда. На этой выставке, она называется «Вы мир спасли, мы за него в ответе». Мы как бы делим на три блока. Это война, и здесь тоже как бы делаем акцент на тех людях, которые 22 июня уже вступили в вооруженное столкновение, встретили врага с оружием в руках. Материалы, представленные на выставке, дополняют тему истории кровавой трагедии Второй мировой войны, делав акцент на решающую роль Красной Армии, Всенародного партизанского движения в деле освобождения от уничтожения не только белорусского и всего советского народа, но и народов Европы. В период освобождения тоже интересные материалы. Очень интересный документ представлен. Секорский Сергей Иванович, он был командиром Брестского партизанского соединения. И вот этот акцент, что партизаны не только сражались в лесах во время оккупации, но они принимали участие в его освобождении. Среди экспонатов уникальная рекордная коллекция шевронов военнослужащих силовых структур, ВМФ и войск специального назначения из различных стран и представляющих разные временные отрезки принадлежит брещанину Андрею Передумову. А все началось в 1995 году, когда Андрей попал в госпиталь. Лежавший с ним военнослужащий подарил на память шеврон 38-й десантной бригады. Как отметил Андрей, практически сразу увлекся новым хобби. «Потихонечку возникла идея собрать все советские шевроны, потом собрать шевроны Белоруссии, современные Белоруссии, потом Россия подтянулась, Украина, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. На данный момент порядка 120 стран шевронов у меня в коллекции, чуть больше 7 тысяч. Не все как дети родные, то есть что-то достать бывает, ну что-то можно просто купить в магазине, что-то какой-то шеврон, настолько редкое подразделение, настолько было мало сотрудников, или настолько недолго, но просто существовало, там реорганизация была какая-то, или там подразделение прекратилось существовать, то есть найти шеврон бывает весьма проблематично». Если вы еще не успели посетить выставку и ознакомиться с представленными экспонатами, еще есть шанс увидеть их, ведь выставка будет работать до 16 июля.